Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня четверг, прекрасный день, близимся мы к выходным, а значит впереди у нас футбол, футбол и еще раз футбол. Но сегодня мы поговорим о прошедших днях, о прошедших двух неделях, которые мы посвятили также футболу и поговорим мы сегодня о Еврокубках. В первую очередь у тебя из студии Михаил Меркулов, Максим Киселев. Макс, приветствую тебя! Здравствуйте, Миша, в первую очередь через передачу хотел бы тебя поздравить со знаменательным событием, наверное самое важное в твоей жизни, с рождением сына, пожелать ему здоровья, здоровья всей вашей семье, пусть растет спортивным, бойким. Ждем его в Еврокубках через какое-то время здесь, на Северском парке и вообще в Москве. Макс, спасибо большое за поздравление, действительно, желаю каждому мужчине и тебе, наверное, тоже не с горами, такое событие испытать и на самом деле по-другому начинаешь ко всему относиться. Но при этом это не должно мешать нам говорить о футболе, мы его любим, нам он нравится, мы сами в него играем. Максим, ну вот мы с тобой перед передачей, так скажем, накидывали план, который будет сегодня на передаче, но и так как две недели были очень такими интригующими, да, все-таки немножечко мы, наверное, чемпионаты в большей степени можем опустить, о них мы успеем обязательно поговорить. Наверное, о Еврокубках, вот как раз настало время поговорить более подробно. Тем более, все две недели мы снимали именно их, мы болеем, переживаем за команды, которые играют на Москву и предлагаю, наверное, самого главного турнира начать. Да, с Лиги Чемпионов начнем. Группа А, мы показываем просто вам группу, это ФК-тройка, Бобра, Динамо, три звездочки, Нупи, ни одной команды здесь нашей нету, да, ну просто, так скажем, для сведения. Вот в группе Б здесь уже представлен футбольный клуб сотрудников прокуратуры, или просто ФКСП проводили два матча, а не за две недели. Я напомню, что ФКСП переносил матч с ТДК, так как были поездки в Рим, в Италию, Кирилл Бирюков ездил, плюс Бирюков играл за сборной, разъездил, дважды стал чемпионом мира, поэтому это, ну, это здорово, и на самом деле это повод для того, чтобы действительно перенести. Но вот ФКСП возвращается, ФКСП играет первый матч с Селтиком в прошлые выходные. Максим, здесь победа, на самом деле это все на то никого было, до какого-то периода, да, да, может быть, ФКСП был, наверное, поинтересней, но вот, что не ударил Селтика, то гол. Да, Миш, действительно, игра была на тонкой, поэтому счет может быть в некоторой степени обманчивым. Селтик действительно очень хорошо подошел ко встрече, и был вот тот отрезок, да, когда Селтик пропустил два мяча, да, там в течение короткого времени, там чуть ли не пара минут, и это, конечно же, повлияло на итоговый результат. Но в целом Селтик, конечно, был хорош, привез своих лидеров, в том числе, кстати, на Дарке Бадзе, который у нас здесь на Западе играл за ЦДН, да, все знают его знаменитую пушку, и со штрафного он как раз расчехлил ворота Георгия Кашкашвили. Кстати, Жора мне сказал потом, что ему предъявляли тренеры прокуратуры за этот гол, да, я был очень удивлен, что должен он такие мячи в команде с новым статусом, с таким, да, ФКСП, должен такие отражать, учитывая, что там конкуренция такая, да, ну, честно говоря, я не совсем согласен, потому что там просто в девятку, помнишь, да, этот голешник залепил на дар в конце первого тайма. Ну, собственно, голы может любой зритель посмотреть, сейчас как раз они на ваших экранах, но вот, действительно, счет-то был 2-2, и в какой-то момент ФКСП, знаешь, взорвался, забил два мяча и, наверное, предопределил ход встречи, но вот, знаешь, мне кажется, за последнее время такой, и Кирилл Бирюков это подтвердил в своем интервью, да, что вот какой-то, может быть, переломный этот момент был, когда вот ФКСП показал, кто, как говорится, в доме хозяин, то, что вот такие матчи, как надо выигрывать, уверенно, спокойно, да, быстро два мяча в нужный момент, и вот ФКСП просто красавца, да. Да, вот взорвались на этом отрезке, а как раз-таки вот Селтику и не хватило, то есть стрессоустойчивости определенной, да, когда ФКСП резко добавил, да, для Селтика это будто неожиданностью стало. Когда, хотя я в прямом эфире говорил, да, что работали мы там на прямом эфире, что я говорю, Селтик просто возил прокуратуру в первом тайме, да, и, то есть я говорю, вот сейчас вот-вот-вот Селтик забьет, но вот тут вдруг ФКСП в этом тайме неожиданно взрывается, то есть есть у команды дополнительный ресурс, да, чтобы это сделать. Да, я помню, я помню, переворачивает матч. Да, я помню, ты говорил такую фразу, но вот, кстати, мне не показалось, что Селтик возил ФКСП, потому что хотя бы по счету, да, было 2-2, ФКСП всегда вел, но 2-2 таких, знаешь, все-таки, ну, попал дважды. Второй-то гол вообще был, знаешь, один из тысяч, что называется. Первый со штрафного, второй вот дальний удар, ну... Безусловно, меньше в плане голов, да, но вот я имею в виду, что... Да и по игре, мне кажется, ФКСП, ну, как минимум, не уступал, ну, в первом тайме. Мне как-то почувствовалось, почувствовалось, да, вот просто вот в дыхании вот этой вот прямой трансляции, да, и вот то, что я глазами с вами наблюдал в онлайне, что прям вот начал надавливать Селтик, и именно в этот момент резко взорвался ФКСП. То есть, и получается, что забив 2, тут же все эти поползновения прекратил. Ведь какие мастера, да, за Селтик играет? Да, согласен, да. И Деменков перешел из развалившегося, снявшегося авангарда. То есть, команда очень сильная. И по-прежнему она, кстати, по-прежнему она в деле в борьбе за выход. Ну вот, ты знаешь, еще раз подытожу, да, Максим, что вот в этом матче мне понравилось, да, что ФКСП как раз проявил вот те качества лидера, команды, которой мы гордимся в последние годы, которые одерживают победу, дважды становятся чемпионом, и в Еврокубку всегда выступал достаточно успешно, да, пока не добирается команда до главного трофея Москвы, да, до чемпионов, но, тем не менее, всегда вот где-то очень близко, очень рядышком. Группа вообще у ФКСП сложно, это Селтик не подарок, это раз и ЦДК. ЦДК приезжает в эти выходные, приехал, точнее, сюда, и без Евгения Алдонина ЦДК немножко ослабывает, все-таки мозг, центр команды, но при этом был Андрей Каляка, который положил первый голос, со штрафного, там, сумасшедший, получился удар на самом деле, хотя вот до этого забитого мяча ФКСП владел преимуществом, как раз больше атаковал, но вот этот пропущенный мяч немножко как-то сил придал как раз ЦДК, ФКСП, мне кажется, такого завершательства небольшого был. Тут, Миш, весьма символично то, что на Сетунский парк в этот же день приехал Александр Филимонов, и после того, как Коряка забил такой шикарный, роскошный гол в воротах ФКСП, я тут уже вспомнил матч 2004 года, когда Коряка, помнишь, я три положил в ворота Филимонова и два мяча со штрафных в разных таймах, вот, примерно, вот, кстати, первый гол был похож на то, что исполнил Коряка, неувядающий просто этот легионер, ну, потому что в Бенфике, да, играл, всегда с удовольствием за этим мастером наблюдаем, ну, наверное, конечно, да, уже мы привыкли Алдонина видеть в составе ЦДК, и травма Евгения, конечно же, она негативно влияет на команду, но Диньяр, конечно, хотелось бы тоже видеть Белялидинова, но в этом сезоне он же не частый гость. Ну, вот, кстати, Алдонин-то приезжал, он в любом случае поддерживал свою команду, ты знаешь, вообще, вот, ЦДК, так скажем, внутреннего пользования, да, и ЦДК КФЛ, международный, так скажем, немножко две разные команды, почему-то вот на КФЛ смотришь, ну, понятно, там немножечко идут... Там и Артага Италяна, и Кирилл Илюков, да, может быть, конечно, это тоже сказывается, да, и Краха возвращается, зайка в ворота, да, да, может быть, это сказывается, но вот даже для внутреннего пользования ЦДК это команда мощная, мощная, о чем говорите, да, и все-таки с опаской мы ожидали эту встречу, но вот чем ЦДК все-таки, наверное, хорош и примечательен, да, что вот здесь они как раз могут себе позволить сгореть 1-5, но при этом вот в стадии плей-офф уже, да, наверное, сыграть так, как надо, вот в Титан, наверное, помнишь прошлогодний матч, когда, да, вот, как подошел ЦДК в каком-то состоянии, и это после КФЛ. Да, просто переиграл, а здесь матч, который был первый до здесь, на ЦДК просто переиграл Титан, но это такой небольшой в историю, поэтому ЦДК как раз отличается тем, что опытом именно. Миш, ну вот ты точнее не скажешь, сказал, что ЦСК, ЦДК, простите, да, потому что, кстати, такая же была оговорочка, да, в одном из турниров, которые в ЦДК выиграли, они начали смеяться и кричать, что у нас всего лишь один армеец в составе команды, да, и я в превью к туру написал, что Егор Титов подписал с командой ЦДК, и я очень хочу посмотреть ему в глаза после этого, как он наденет красно-синюю форму, да, ну вот... Титов за ЦДК? Да, за ЦДК заявили, да, Егора Ильича, но это, конечно, такой идол и кумир Спартака, да, в составе ЦДК, это очень необычное, даже несмотря на Милешу, да, тоже есть... На Булке Фест тогда выбирали, да, Кандрей. Как вариант, как вариант. Я что хотел сказать, вот что именно ЦДК позволили себе так сыграть, и ведь по футбольному ЦДК выглядел неплохо, хорошее движение, перемещение, все грамотно, тренер руководил, как обычно, с бровки, да, то есть все замены, все четко, но ЦДК абсолютно похабно, иначе не скажешь, сыграл на стандартных положениях. Ты посмотри, какой ужас они пропускали, то есть вот с угловых, когда просто никто не закрывал Кириченко, первый угол, когда с третьего добивания влетел, да, потом, когда неприкрытый Кириченко, неприкрытый Урозаков, это три мяча уже, и четвертый, это апофеозом всего этого безобразия стало то, что с прямого углового пропускает горшков от Вирюкова. Просто ЦДК ерундой занимался в стандартах, при всех плюсах ФКСП. Да, вот я хотел бы все-таки отметить, и это вынудил и ФКСП, и ЦДК ошибаться, да, и по первому тайму мне казалось, что все-таки игра такая достаточно ровная, где-то по очереди команды владели инициативой, то ФКСП, то ЦДК, то во втором тайме вот ФКСП, мне кажется, задавил ЦДК, помог очень быстрый гол у Розакова, который сделал счет 3-1, и ЦДК надо было идти раскрываться, но ЦДК вот как-то шел так, знаешь, не очень уверенно. Но я здесь бы отметил все-таки ФКСП, вот, знаешь, инстинку убийцы, я вот почувствовал вот в этом матче, да, не надо жалеть соперника, 3-1, 4-1, 5-1, и все, как бы, что называется, спокойно уже доигрываем матч. Это вот важное качество, как раз оно может пригодиться. Собственно, 5-1, так вот, да, кажется, разгром. Да, ну, совершенно, Миша, еще раз повторюсь, похабнейшая просто игра на стандартных положениях. Ну, беспрепятственный у Розаков даже не выпрыгивал, когда забивал из вратарской площадки, да, то есть... Ладно бы еще Даниловского, да, Даниловский бы забивал. Или Крыжановский пришел бы, да, ну, не такой высокий у Розаков, да, там, метра 80 нету, просто забивает на ближней штанге головой с прямой подачи, да, ну, то есть здесь, конечно, ЦДК, мне кажется, да, понимает, что нужно для того, чтобы включить, чтобы очки завоевать на Осетовском парке, нужно так включиться, что нужно просто на пределе своих сил, да, что-то такой вот невероятный подвиг совершил. Ну, да, да, согласен. Ну, у них был гандикап в 9 очков, они 3 первых игры выиграли, поэтому я думаю, что понимая, что надрываться не будут, и понимая, что уже в КСП склонила чаши усов, уже не стали там особо дергаться и разрываться. Ну, вот, в принципе, сейчас, да, посмотрим на турнирную таблицу группы B, здесь в КСП ЦДК делят первое и второе место, но в КСП, однако, в запасе, Селтик на третьем 3 балла, вот, ну, в принципе, да, здесь, ну, очевидно, два фаворита, которые ничего не должно помешать, чтобы выйти дальше. Вот как раз по календарю в эти выходные в КСП едет уже в гости к ЦДК, как раз на новый стадион Север в 13.40 в воскресенье. В КСП вот ключевая, наверное, ну, ключевая, с точки зрения, наверное, позиция первая или вторая, да, потому что если проигрыш, то СДК в восточных двух матчах будут решать там по дополнительным показателям, но если в КСП выиграть, наверное, уже первое место вряд ли отпустят, мне кажется. Да, но тут и Селтик надо заметить, что, скорее всего, переиграет Трафт, да, и будет ждать ненчий, то есть он, Селтик, мне кажется, будет ждать победы из одной команды, и, наверное, Селтик хочет, чтобы ЦДК выиграл, потому что Селтику принимать в КСП. И я вот сказал, что Селтик по-прежнему еще в теме, несмотря на то, что на 6 очков отстает, шансы у него есть вот по такому разу. Нет, есть, 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 безусловно, и Селтик будет цепляться до последнего, но при этом сделать это с такими соперниками будет очень сложно. Безусловно. Надо было все-таки в первых двух матчах с ФКСП или СДКС кем-то и их хотя бы цеплять, какие-то очки, иначе будет очень сложно. Макс, ну что, давай тогда в группе С, наверное, да? У меня здесь тоже очень непростая группа, и здесь вновь Селтик, правда, Селтик 2, и здесь представлен Мега Титан, Интер и Фемида. Вот Селтик 2, я вот что хотел сказать, да, во-первых, тоже приезжал вместе с Селтиком позапрошлые выходные к Мега Титану в гости. Казалось бы, да, Селтик 2. Что это за команда? Но по именам, по игре, ты знаешь, она, мне кажется, ничем не уступает основному Селтик. Может, если только не круче? Если да, если не круче, и в прошлом году у вас, собственно, чемпионат, это и доказал. 1-1 здесь Мега Титан вообще проигрывал, пропустил контратаку, но сумел быстро отыграться. Ты знаешь, вот такая игра была без чего-то территориального преимущества. Валера Ванесян после матча, после матча, вот, после матча, он сказал, что, в принципе, у нас были моменты, не можем забить, но вот я не вспомню такие стопроцентные моменты, я бы не сказал, что Мега Титан вот настолько переиграл, что вот за голову можно взяться и говорить о том, что, боже мой, действительно, это просто, там, Селтик 2 скачал. Нет, у Селтика 2 в первом тайме было несколько моментов, когда Лихонин действительно именно выручил команду свою. Поэтому здесь, ну, так, я бы, наверное, поспорил бы с Аванесяном по поводу того, что Мега Титан должен был набирать, нет, он должен был набирать очки с точки зрения положения своего, но с точки зрения игры, мне показалось, что все-таки Селтик 2 был не хуже. Да, и по-прежнему диву даюсь, как вот Игорю Ивашкину удается, он уже является руководителем обоих коллективов, как ему удается держать 2 разных команды, да, и которые еще друг с другом за чемпионство борются, участвуют в Лиге Чемпионов, имеют такие заявки, еще и дубли. Максим, в своем интервью, то ли перед КФЛ, по-моему, как раз Игорь Ивашин сказал, что я хочу создать вторую команду, некоторое время назад, тоже такую же чемпионскую, как и Селтик, собственно говоря, вот Селтик 2, наверное, это как раз младший брат Селтика, который подрастает и хочет еще перерасти. А иммунизантный вопрос, а зачем? Ну, я не помню, честно говоря, я не помню, кстати, может быть, и был, но точно я тебе не отвечу. Тем не менее, в этой группе у нас был явный флорит, это Интер, команда шла со стопроцентным результатом, феноменальное какое-то количество забитых мячей, 20, больше ни у кого нету в этой Лиге Чемпионов, правда, команда и пропускает. То есть мы знаем, что Интер играет в такой достаточно открытый футбол, перешли туда наши старые знакомые, Горячев тоже, например, Садиков, поэтому Горячев из-за авангарда, за отборность играл, Садиков в свое время в Аминке поиграл, поэтому Сету у него пара для них знакомых, да и Филимонов приезжал на предпринимательную футбольную лигу. Ну вот, наверное, по статусу здесь все-таки Интер можно было считать фаворитом, вроде бы идет, у Мегатитана в этой Лиге Чемпионов пока не все складывается. Да, две ничьи, да, не поражение, но при этом с Селтиком два, если в принципе можно понять, то вот ничья с Фемидой, извините, которая набрала единственную игру с Мегатитана, вот это очень опасно, это могло аукнуть. И что еще чуть не проиграли? И чуть не проиграли, еще если проиграли, ну это было бы совсем печально, хотя шансы были бы, наверное, такие же. Мой приятель Дмитрий Замаев сокрушался потом целую неделю, как он не забил Лихонину, как-то, что он выводил, там просто с двух метров был удар, и Лихонин потащил, а так бы вообще нуля очков могли с нулем уехать. Ну, Мегатитановцы. Ну вот, не знаю почему, хотя мы говорим уже, да, что у Мегатитанова опять же идет вот эта перестройка, и, возможно, нужно команде и партнерам друг с другом сыгрываться. Тем не менее, жизненно важный матч, и на самом деле он получился очень драматическим для команды Игоря Кроткого. Ты знаешь, и забегая немножко вперед, радость руководителя команды была действительно искренней, честной, да, и вот видно, что для него эта победа была очень важная. Вчера как раз с Игорем Кротковым разговаривали, да, была мысль пригласить одного из героев на матчи, это Денис Кудаев, да, который вообще ворвался вот так вот в Мегатитан, будто бы просто всю жизнь с ними тренировался, да, играл в этом, кстати, здесь есть раскрытие этого небольшого секрета, к чему так происходит, вот, ну, попросил не дергать своего вот вновь явного лидера и вообще других игроков, Игоря Кроткого, говорит, ну, что сейчас приглашать? Ну, да, победу одержали классную, важнейшую, да, с точки зрения турнирного положения, и, ну, говорит, но это, по сути, говорит, первая победа, мне, говорит, Игорь Кротко, такая вот конкретная, серьезная, хорошая победа в этом сезоне. Остальные выигрыши были над такими командами, ну, он сказал, булками, ну, или там, имел в виду, наверное, и в том числе и середняков, но, говорит, вот то, что вот конкретная победа, вот, хорошая, это вот она первая. Ну, я согласен. Да, и впереди, говорит, впереди важнейшие матчи, да, поэтому давайте их проведем сначала, Центером на выезде, да, с Селтиком 2, и после этого уже будем посмотреть и вызывать героя. А секрет, куда его, оказывается, в том, что все они вместе играют за ФК Зеленограду, за ФК, да, и Клюев, и Кутузов, да, и, собственно, Клюев и подтянул. Да, то есть там 5 человек в составе, поэтому так здорово за Мега-Титан, но, можно сказать, сейчас лидер команды, да, и победный гол в ворота Интера. Да, при том, что матч, как я уже сказал, складывался очень сложно, во-первых, Мега-Титан повел 2-0, но, опять же, Интер, это все-таки команда классная, да, и 2-0 даже это, мы, вот в таких случаях это как раз очень опасно, да, ну, что мы и увидели. Интер сравнял, правда, второй гол забивал он уже в большинстве, вновь получает карточку Сергея Алборов, да, ты знаешь, вот, не везет ему, то травма, то какие-то нефутбольные вещи вмешиваются, да, в него дисквалификация, возвращается, и сейчас, вот, получается, что красная карточка, и его не будет вот в этом матче, хотя в этом матче, да, он и Клюев, не Клюев, а Сурков, прошу прощения, да, это 2 лучших игрока, да, хотя сыграл сколько? Не так много вроде бы на Алборов, да, ну, хотя 40, да, нормально, но при этом, да, забил, да, да, ну, тут, конечно, надо привет передать крайним защитникам Интера, да, ты вспомнил, первый, второй гол просто зеркальная копия, да, то есть тут Сурков на Алборову, потом Алборов на Суркову, совершенно не прикрытые, кстати, оба раза атаки из глубины начинал Кабанов, и Игорь Кротков, кстати, сказал, что Кабанов, это сейчас тоже незаметный такой лидер команды, вот именно он эти атаки разгонял, когда врывались, по сути, 2 крайних нападающих, да, использовал Мегатитан, что Сурков, что Алборов, они до лицевой линии добегали в этих моментах, да, и вот такие 2 гола тоже достаточно просто Интер пропустил, создав себе сам такие проблемы, ну и в итоге, да, Алборов, несмотря на удаление, привычное для себя, в итоге стал героем матча. Ну, на самом деле, может быть, оно и так скажу, что хорошо, да, что вот так и должно было случиться, Мегатитан, возможно, и нужно было вот так перетерпеть, знаешь, вот это в меньшинстве, проявить себя командой, знаешь, закалить характеры, которые в дальнейшем, вот для этого Мегатитана он очень важен, именно, может быть, такая победа, она нужна, потому что, если все легко, ребята, которые, ребята у Владимира Читая, новые, молодые, да, которые еще не нюхали пороха, ну, здесь, в ЛФЛ, и вот так бы все пошло бы у них, они все тоже здесь вообще, знаешь, неинтересно, ерунда, да, а потом сразу в самый важный момент, они бы и, так скажем, и опустились на одно место, а здесь, через термин, через труды, значит, через неудачный матч, результаты, вот, наверное, приходят к таким победам. Да, конечно, ну, вот сейчас у Мегатитана впереди два важнейших поединка с прямыми конкурентами, да, и вот ближайшая встреча будет на севере с Интером. И, кстати говоря, мы ждем и желаем скорейшего выздоровления Александру Кукцеву, это важнейшая фигура в любых построениях, ну, вот, наверное, в ближайшем матче он не сыграет, но к Селтику-2 вполне возможно Александр поправится, вот, поэтому здесь, опять же, все в руках Мегатитана, ну, хотелось бы, чтобы там Интер будет злой, да, и наверняка будет рвать медаль, но Мегатитана надо все-таки постараться очки зацепить, и дальше будет уже гораздо легче, потому что дальше будет Селтик-2 и Фемида, и раципальный матч, конечно. Ну, там Север будет, да, с совокупными усилиями точить ножи в Северной Кузнице, там, что ЦДК будет ждать, да, после 1-5, да, все-таки лицо, да, здесь немного, немного уронили лицо-то на Осетовском парке, а Интер, да, Интер просто машина громадина, да, которая выигрывает все на своем пути, все сметает, я думаю, тоже будут, конечно, ждать на реванш. Ну, вот Мегатитан играет сразу после АФК-СП в 14-50 с Интером, два таких смотрящих матча, ну, и давай поговорим Макса о группе D, здесь Титан, мы пели хвалебные оды, песни о том, что Титан сейчас мощный, хороший, и его никто не может остановить, как тут появляется действующий обладатель Лиги Чемпионов и наносит первое поражение, во-первых, за долгое время Титану, во-вторых, первое в этой Лиге Чемпионов, я матч с линией Алькоров, наверное, мы не будем обсуждать, потому что 8-0, там все понятно, там поиздевались, а вот с Дефестом это уже настоящая проверка, собственно, в гости поехал Титан, заболели руководители Титана, не смог полететь Алексей Медведев, и вот в в октябре все это сказалось на результате 2-4, получается, Макс, ну, честно говоря, я не ожидал, честно. Ну, я тоже, честно говоря, был удивлен этим результатом, хотя, Миш, ты сразу же сказал, что Тефест это обладатель действующим победителем Лиги Чемпионов, и как победа действующего победителя Лиги Чемпионов, странно, что она у нас вызывает удивление, да, но другой вопрос, что Титан такой ход набрал, просто сметал, просто все на своем пути, ну, просто такой футбол показывал, но видно, что и Дефест там тоже дурью не страдает, и свою ренаму, я так сказать, подтверждает. Оказывается, играть-то можно? Играть можно, играть и обыгрывать, да, 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 при том, что Титан повел, да, Масленьков, я так понимаю, счет сравнял Масленьков, тоже наш хороший, у нас знакомый, немало лет он провел на Западе, но вот, тем не менее, первопоражение Титана, посмотрим, какие будут сделаны выводы, как отнесется к этому команда, какие выводы сделает Алексей Медведев, потому что следующий матч здесь 10-го числа в 15-30 Титан принимает Дефест, и мы этот матч обязательно покажем. Алексей Медведев сказал, что тем, кто ждет осечки Титана, не дождетесь, ну вот дождались, только у него есть чем парировать, его на игре не было, да? Ну, согласен, да, да, его не было, это не считается. Не считается. Нет, ну он, наверное, все-таки говорил в целом, знаешь, так скажем, в целом о итоговых результатах, наверное, да, это все-таки пока локальное, так скажем, поражение, не более того, но суть в том, что все-таки, Марш, да, вот это поражение, оно дает шансу Изумруду зацепиться, в случае, если Титан не набирает очки с Дефестом, то Изумруд может, скорее всего, приблизиться вплотную, и на самом деле многое может решиться в очном дуэле, поэтому здесь крайне важно Титану брать 3 очка и, собственно, спокойно готовиться к Изумруду 8-6. Ты знаешь, даже, я бы сказал, что у Титана следующий гаджет с Дефестом, правильно? Да. В принципе, она для Титана особенно ничего не решает, я бы так сказал, даже если Титан проигрывает Дефесту, да, все будет решаться с Изумрудом. Изумруд, скорее всего, обыграет линию Алькор, будет по 7 очков с Титаном, да, я так понимаю, что ничья у них по личной встрече и по показателям Титан лучше, да, потому что у них по плюс 8 даже, если не Алькор, поровну очков, ну и все будет решаться там, на Северо-Востоке, где Изумруду нужно будет выигрывать у Титана, да, скорее всего, и готов ли Изумруд выиграть у Титана, я что-то не уверен. Ну, давай вспомним первый матч. Да, мы тоже были на пятой минуте. Ну, согласен, но при этом и дальше Изумруд не казался мальчиками для битья. Конечно, Титан должен брать этот матч, но при этом всякое может случиться. Вот ты знаешь, Изумруд, во-первых, неплохой состав, во-вторых, настрой, во-вторых, если я буду понимать, что это матч жизни и смерти, да, то будут биться и Титан будет очень сложно. Понятно, да. Ну, Титан, конечно, если Титан сможет с Гефестом очки зацепить на выезде, то даже ничья точно уже тогда Титан устраивает матч с Изумрудом. Я думаю, что очень, несмотря на поражение, у Титана очень хорошие шансы на выход. Ну, и плохие на первом месте. Посмотрим. Пока что из всех команд, то самые радостные перспективы это у нас у ФКСП. Но, тем не менее, мы всем желаем, еще раз нашим командам побед и выхода из группы без, хотелось бы, без нервотрепки. Двигаемся дальше. Давайте поговорим о кубке ЛФЛ. Там гораздо больше групп и, соответственно, больше представлено наших команд. Начнем сверху вниз с группы А, в котором приятно радует глаз Феникс 9, который лидирует с 8 баллами на первой позиции. Так отстает беда. Трансгарант любители 3-4. Все здорово, мне кажется. У Феникса 9 был непростой выезд к Трансгаранту. И 2-2. Вполне достойный результат. При том, что подопечность Сергея Стеблецова проигрывали. Потом, правда, вели. Не сумели удержать. Но пропустили уже в добавленное время. Так бы, я думаю, что вопрос о выходе из группы был бы совсем решен. Но при этом 2-2. Ладно. Ничего. Как говорится. Ничего. Да, вполне. Тем более, что ничья оставляет Феникс 9 на первом месте в этой группе. И матч с любителями, который проведут дома. После того, как выиграли в гостях у любителей 9-3, я думаю, тут вопрос должно быть. Обязательно должны обыгрывать. Только что разговаривал с Сергеем Стеблецовым. Он продолжает команду усиливать. В частности, Алексей Широков, вратаря, заявили. Сразу после интервью. Заура, когда он стал герой Туры, тут же усилили вратарскую позицию. И еще 2 человека появились. Сейчас фамилии исходу я не назову, но можно в трансфер посмотреть. Один из них за Терек, даже за Грозенский, играл. То есть вот так вот, Сергей Стеблецов. Мне звонил, узнать, могут ли люди, заигранные за другие команды в кубке ЛФЛ, играть за Феникс 9. Я так понимаю, что у нас в регламенте нет ограничений. Есть трансферные окна. Да, и даже если человек играл за другую команду, в трансферный относится, переходит, то может уже играть за другую. То есть никак не профессионально. Нет, нет, нет. Ну, у нас немножко, так скажем, попроще варианты. Что говорит нам о том, что мы новичков увидим в матче. Это хорошо. Да, да. Да, и обыгрывая любителей, да, и я думаю, что первое место, ну, выход из группы уж точно будет. Как минимум, да, потому что 5-4 у беды трансгаранта кто-то будет решать. Если беда выиграет, то, наверное, вообще это будет однозначно. Уже никто трансгаранта не догонит. Хотя вот эта беда трансгаранта за рубль-то приличная будет. Вообще группа, честно говоря, мощная. Одна из самых сложных, наверное, если не самая сложная. Вот три соперника, ну, два соперника, да, любителей все-таки. Хотя любители бронзопризеры, да, и юго-западного первенства. Но вот беда трансгаранта, серьезные две команды, и феникс 9 сложнейшая группа выбирается. Ну, дай бог феникс 9 закончится и, собственно говоря, на первом месте, поэтому вот сейчас все в их руках. Где мы не беспокоимся, результат группа D, здесь транс контейнер, 100% результат, 4 игры, 4 победы. За две недели были два спаренных матча с Москвой и, соответственно, две уверенные победы. Последняя в гостях 6-1 и 12 баллов. Ну, здесь, собственно, 22 забитых мяча. Да. Больше, что Кубортер. Да, Москва там еще здесь на Сетане в первом матче что-то попытался пободаться, где-то порыпаться, как говорится. Там Хрулев, который в космосе долгое время играл. И в Каите, да. Ну, сначала в Каите, потом в космосе. Но его усилий, конечно, оказалось недостаточно. Закрыли, перекрыли. Да. И транс-контейнер одерживает уверенные победы, поэтому здесь ничего такого, естественного нет. Ну, конечно, транс-контейнер безговорочно фаворит. И, собственно, давай поговорим лучше о группе Е. Максим, тебя эта группа интересует больше всего. Да, действительно, больше всего, поскольку самые большие проблемы в группе Е у нашей команды – это Успенская. Ну, как самые большие проблемы, да. Уж таких-то прям проблем больших-то нету, пока все… Пока не выходит. Ну, пока не выходит, но при этом разница в одну победу, она не столь критичная, да, шансы есть. Ну, да. Ну, просто я хочу сказать, что в отличие, например, от Феникса 9 и транс-контейнера, которые могут решить уже исход в этом туре, Успенская даже в случае победы ничего еще не решено будет. А мы все время, да, когда обозреваем команду Успенская, мы то не понимаем, что происходит, да, то констатируем, что перестройка продолжается, да, какие-то пробуются варианты, люди переводятся в дубль, из дубля опять в основу возвращаются, то есть… До заявки. До заявки. До заявки. Новые люди, как кто-то уход приходит, то есть вот такой перманентный процесс в Успенском продолжается, поэтому это и тревожит меня в плане, вот, не гарантирован выход Успенскому далеко. Ну вот смотри, с Дежавю Монолитом была как раз игра, вроде бы начали неплохо, забили гол, но вот потом то ли Дежавю Монолит, не знаю, собрался, начал переигрывать, то ли Успенская как-то, если по-другому, да, начал оберегать, ну не знаю, в результате 2-1 поражение. К сожалению, нашей команды, ну как обычно говорят, волевая победа, тут волевое поражение. Безволевое? Ну я не скажу, да, что безволевое, безвольное, да нет. Успенская играла, ну достаточно такая равная была игра, но вот, к сожалению, так бывает, что футбол выигрывает всего лишь одна команда, но при этом шансы остаются. Вот как раз игра 10-го числа здесь, на Ситунь-парте, до Моздор Строа Сити, собственно говоря, обыгрывая и, наверное, дальше можно ехать к Империалу и очень хороший шанс. Да, вот сейчас лучевая игра для Успенского. Конечно, и если Успенская в ничью сыграет даже, то победа над Империалом не гарантирована. Да, да. То есть только победа нужна. Сейчас решила, сейчас поворотная точка, да, у Успенского. Час их настанет 10-го числа. Вот посмотрим. Да, 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 с Дорс Троа Сити согласен. Будет очень интересно здесь посмотреть. Еще раз давай повторим, что обыгрывает Дорс Троа Сити и шанс появляется шикарнейший на выход из группы. Просто, да, в последнем туре просто не проиграть Империалу, который Успенской там уже отгружал 7 лет, 8 лет. Да, ну там без вариантов там победа будет. Еще одна такая дружеская для Успенского команды, руководители, я имею ввиду, общаются друг с другом. Это группа «Ф» и дебютант Еврокубков. Это Аслан Гатагов. Так немножко вот я с Васиным, с Александром общался, голкипер. Гатаговцев говорит, ну что же вы нас типа хороните, там, мы там… А мы взывали, взывали. Да, ну нет, мы сразу обозначали, что ни в коем случае мы не хороним. Мы говорим о том, что не забывать надо в первую очередь о том, что мы представляем, вы представляете, да, нашу западную лигу. Да, понятно, что есть эксперименты, но при этом спустя руководную мы просим не относиться все-таки к этим матчам, вот, не более того. Естественно, после неудачной игры с дизайном, с ничьей с Истфудом, да, Гатагов был на четвертом месте. Но после двух туров Гатагов уже занимает вторую позицию, две игры против МНФ. Они поменяли все в турнировой таблице. Гатагов приятно удивил, здорово сумел выкрасть эти очки в первый матч в гое у гостя. Вообще получилась победа 1-0. Макс, ты видел гол? Да, Карл забил от бровки. Такой тык-тык-тык. Да, какой-то вот шведой, как-то он туда заправил в дальний угол. Я, честно говоря, даже не понял, какой-то такой странной траектории, и мяч попал в дальний. Ну, причем забивает защитник, конечно, от лицевой, от линии, от боковой линии, да. Да, и... Ну, меня больше счет уже удивил, да, то, что, так сказать, 1-0, хотя Гатагов умеет по счету играть. Умеет, умеет. Ты знаешь, и там вообще была заруба, и были провокации, и так далее. С обеих сторон, да? С обеих сторон, конечно. И здесь, конечно, матч обещал быть очень жаркий. Я имею в виду на Сетане, соответственно, она так и выходила, эта игра. В первом тайме было очень много стычек, много разговоров, провокаций и так далее. То есть футбола не было. Как только команды начали играть в футбол, сразу Гатагова, когда Гатагов, в первую очередь, начал играть в футбол, начались забитые мячи, хотя команда проигрывала. Да, удалили со слана Гатагова, и он уже руководился с трибуны, но при этом все-таки с командой он был рядом, он не ушел, поэтому, наверное, тоже заменил действие. И Гатагов сумел три забить. А во втором тайме, кстати говоря, МНФ, вот такое ощущение, что испугался вот этой провокации, и Гатагов задавил просто, ну, не авторитетом, да, наверное, все-таки, но вот какой-то своей мощью, о том, что Гатагов дал понять, что мы не отпустим этот матч, не отпустим этот участок, участок поля. Вот МНФ, мне кажется, немножко психологически где-то подсел, отсюда игра, так, знаешь, уже не клеился в втором тайме. Тут, да, и публика смогла увидеть шикарные голы, да, которые у нас в рейтинг попадали, да, ну, еще в чемпионате Гатагов очень красивые голы ребята забивали, ну, и самое главное еще, мне кажется, что вот на психологию МНФ повлияло, это вот эти кульбиты, которые Ада Байор делал, видел, ты видишь, как после забитых мячей он делает таких, делал кульбиты, я думаю, что МНФ это уже окончательно прибило, и все, они поняли, что матч проигран, и Гатагов опережает в турнире таблицы, поднимается на вторую строчку. Кстати, хочется поздравить Сослана Гатагова и вообще всю семью, футбольную семью Гатагов с долгожданным событием, да, с открытием Академии футбольной, да, мы очень рады, поздравляем Сослана, и такое событие действительно знаковое, даже Валерий Георгиевич Газаев приезжал туда, и дискотека аварии тоже прибыла, то есть такое вот событие не прошло мимо футбольной общественности, всей России даже. Ну вот, кстати, и форма новая была, и они как раз в матче с... Сослана Академия, да. Да, и цвет другой вообще. Да, белая такая полоска, очень симпатичная, красивая форма, но я сколько понимаю, это еще мама Сослана и Аслана делали. Да, да, кстати, Гвань. Она Гелла Дизайн, да. Он на ней рассказывал в интервью, да, мы помним. Поздравляем с этим событием и с победой. Желаем выйти из группы. Выйти из группы, да. Да, как минимум. Как минимум, согласен. Так, группа G у нас идет далее. Ну, в прошлые выходы Портер играл с Аспарта 2015 на втором поле. К сожалению, не попал в наши виды обзора. Мы просто физически не могли этот матч увидеть, но при этом такая достаточно тяжелая победа со счетом 4-3. Хотя казалось, что Портер, ну, должен наклепать парки, потому что, по-моему, в гостях-то как раз пивные-то разобрались очень. Уверенно, да. Уверенно. И на нервы был Александр Кочетков. И хотел нас тоже разорвать за то, что не увидели этот матч толком, да, не написали про него в газетах. Ну, будем стараться попадать все-таки не такой большой наш штат. Есть первое поле, да, вот, пожалуйста. Мы готовы остаться и смотреть, как наша команда играет в Еврокубках на первом поле. Зато игра со сменой, она попала в режим нашей съемки. И, ты знаешь, смена последней миссии. Три поражения было до этого матча. Портер единоличной лиги. И вот ощущение было, что мы просто должны разорвать смену. Ты знаешь, как собиралась смена, как там разминалась. Ну, честно, Максим, вот так очень, ну, плюшевая команда, казалось. Там какие, да, я видел. Там, кстати, играем тренера Дидаса. Сергей Долгов, вот, единственная, который, наверное, так и хорошо играет в футбол. Самоиграющая. Там просто я видел людей, которым под 50 лет тоже. Да, да, да. Понимаешь, что... Играть на поле. Да, да, и оказалось, что вообще проблем не должно быть. В результате начало вроде бы за Портера, но потом как-то смена разыгралась. Начала то сравнивать счет, то выиграть. Потом был вообще 5-3 счет. И Портер уже включил какую-то пятую, шестую скорость. Максим Квальчук не был, кстати, на игре. Потом он пришел только. Может быть, так, гоня, так скажем, сделал. Портер задвигался, потому что он понял, наверное, что совсем-то не надо позориться. Да? Хотя смена играла неплохо. Вот во втором тайме, я тебе честно скажу, Максим, что были и различные комбинации, и в пас играли, и что-то так симпатично смена смотрелась. Ну, смена просто увидела, что Портер вышел дурака валять и стал в футбол играть. Сначала, может быть, страшно было ей в первом тайме, а потом она увидела, что Портер вот так вышел. Да, да, да. Гуднично трябчка себе записать в таблицу. А, ну, нет, смена вот решила показать себя. Ну, вот так. И чуть не доигрались в концовке уже там Сергей Кулев. Его дальний удар из-за штрафной он пришелся в самый угол и принес победу. Ну, и вот Алексей Климкин после матча внутри, да, сказал, что где-то, да, наверное, тоже расслабились, думали, что выиграли. Ну, футбол не терпит такого, да, отношения. И на любой матч, будь то смена, будь то, не знаю, Титан и так далее, надо настроиться совершенно по-другому. А, тем более, Портеру, да, который, мы привыкли, что его болтают так из стороны в сторону. Плюс, опять же, мы отмечали ни в одной передаче, что мы не знаем, какой сейчас Портер, который сейчас вот играет со сменой так, или который играет с ПКСП 1-1. Да, и то, да, в КСП в концовке отскакивает. Да, да, и вот что думаете, совершенно непонятно. При этом у подопечных Максима Кульчука стопроцентный тоже результат, но группа, да, тоже не самая сильная. Но это, как говорится, иди попробуй выиграть. Да, результат налицо. Да, обсудить можно, но игра забудется, счет останется. Да, но надо не забывать просто, что призеры играют в других округов, там, северо-запад, да, это прямая смена. Нет, север, север, смена север. Север, а, ну это вообще, по-моему, новая команда. Да. Они вот недавно только собрали, там в основном играют ветеранчики, да, ребята, которые друг друга, да, точно, Валера Леонов, там вот, тоже в этой команде заявлен, который у нас здесь много на Западе поиграл. Да, за Борфу, за Авенту. Да, братья Емрековы, которые на севере играли. То есть, это вот, как бы, своя такая банда, но там она всем далеко, уже далеко за 30, хружок кому за 30, поэтому, ну, в принципе, ребята, это играющие, просто единственное, что возрастные, да, и понятно, что надо какие-то усилия прикладывать, чтобы обыгрывать, и вот Портер мог сам себе проблемы создать. Ну, все равно, даже потеря очков, она не была бы критична, но, тем не менее, зачем, зачем портить вот эту приятную, красивую картинку, где 4 победы, 0 ничей, 0, собственно, поражений. Ну, и последняя группа, которая у нас осталась, это группа H, здесь CDN, также, кстати, такая же абсолютно картинка, и также CDN играл в втором поле, был обыгран со счетом 8-3 чемпионат. Ну, ну, CDN, мне кажется, вот сейчас выступает неплохо, да, ну, конечно, всех игроков чемпионата забрали и обыграли чемпионат. Да, чемпионат, да, ну, нет, ну, я имею в виду вообще, мы послушали Альберта Николаевича Осколкова, да, что он пытается, если смотреть через его призму, то CDN, в принципе, играет более-менее неплохо, но вот все-таки не будем тоже посыпать голову пеплом, надо сказать о том, что на фоне лиги и плей-офф, тогда мы будем уже говорить о стиле CDN настоящего. Да, ну, CDN, да, Миш, извини, перейдите, говори, Макс, в принципе, я закончу. CDN прибавляет, да, то есть, если мы говорили, что команда сырая в начале чемпионата, да, на нас ругались, мы в ответ ругались, ну, сейчас, конечно, да, команда уже, уже есть костяк сформировавшийся, да, уже определился состав, лишние люди, так сказать, отомкнули, команда, команда, безусловно, прибавляет. И вот у меня, кстати, есть инсайт, если вот так чемпионат, чемпионат скользко упоминать, ФКСП за победу на CDN получил двойные премиальные. Наверное, тоже руководящий состав ФКСП видит то, что команда CDN прогрессирует и играет. Да, и опасный соперник. Да, и опасный уже соперник. Может, двойные премиальные. Нет, ну, ты знаешь, я согласен с тем, что CDN на ноге безусловно не обогнать, да, то есть, там, не сказать, что футболисты, условно говоря, не самого высокого уровня там или плохие, нет, там, хорошая команда, но все-таки немножко уступает нашим лицам. И по-прежнему, несмотря на прогресс, который мы подчеркиваем, да, и на то, что команда прибавляет, это еще не тот CDN, который мы видели, да, форматы, когда играли Маришин, Читая. Но это совершенно другая команда. Да, другая команда, но до уровня той пока что это, на мой взгляд, не дотягивает. Ну, Макс, абсолютно, мне даже добавить нечего, все, ну, по делу. Давай посмотрим на календарь, который будет у нас в эти выходные. Phoenix 9 принимает, как раз, любители. Успенская Дорс-Тро-Сити, Транс-Контейнер едет на юг Кроссаш, Готага в Сыствуде, вот, кстати, есть фанаты приедут, будет очень интересно посмотреть. Да, обязательно приветствую. Будет, CDN едет на север к профсоюзу Аэрофлота, и, собственно, кто у нас, ну, все, получается, да, вот, все команды, которые участвуют. Ну, и пятый тур группового этапа, по сути, наверное, почти для всех команд станет определяющим. Да, ну, вот, посмотрим, и всем желаем командам настроиться, подойти в оптимальных кондициях, и набрать очки, и решить свои задачи по выходу из группы. Ну, вот, Максим, основные игрокубки мы обсудили, но давай еще затронем мы еще два кубка. Максим, давай поговорим о мини-Москве, как мы ее называем, это Кубок Москвы и Лига Москвы. В Кубке Москвы у нас представлена одна команда, это, кстати, команда, в которой я выступаю, это команда Барс. Мы попали на рикошет, и, ты знаешь, ну, мне кажется, что... От рикошетеля. От рикошетеля, да, 3-0, уверенная победа, на самом деле. Ну, хотелось бы забить больше, чтобы, как мы шутили, чтобы на северо-запад отправить на уже второй состав. Дубль, в смысле, да? Ну, дубль, да, да, дубль. Но, на самом деле, ты знаешь, по классу, ну, мне кажется, что все-таки мы повыше, но вот рикошет за счет желания, знаешь, за счет какого-то, может быть, везения, они могут там попортить нервы. Ну, у нас в первом дивизионе, в нашем крутейшем, на каком бы месте, примерно, ты расположил по итогу чемпионата? Ну, чуть... середина, чуть ниже. Середка чуть ниже, ну, то есть это 10-е, 12-е, но не с зоны, с нижних тыков, вылетов там? Ну, может быть, даже, да, может быть, может быть, вполне возможно. То есть, такой середнячок, да? Ну, середнячок. В первой линии. Да, да, вполне, но посмотрим, вот, как сыграть дома. Ты знаешь, самое интересное, что, когда был счет 3-0, у рикошета был четкий план, как играть, да, потому что... Они планируют встать после трех, пропущивать? Нет, нет, ну, примерно они придерживались танкики всю игру, от своей встречать, не раскрываться, и, да, счет 3-0. Не давал возможности им идти вперед, они все равно, видимо, ждали все-таки, вот, ответ на игру, где вот уже, они, наверное, побегут и будут лезть и так далее. То есть, что, не знаю, может быть, какой-то... Ставим номер. Да, может быть, усиление какое-то приедет уже на домашние игры, ну, не знаю. Но при этом, вот, то, что надо забить, у них вообще такого не было. То есть, очевидно, они 3-0 их устраивали. Потому что, видимо, ставка сделана, будет сделана на домашней матче, вот к чему. У нас только ставка, да, чтобы такой гандикап отыграть. Ну, Барсу, значит, надо самому что ни наесть основным составом. Ну, скорее всего, да. Но я не знаю, когда будут игры, потому что, по идее, должны быть вот наябре, но, так как, в основном, все уезжают на чемпионат России, поэтому... Непонятно. Как бы они не сыграли, когда все уезжают. Ну, нет, нет, ну, не на столь. Это надо секонтролировать ситуацию. И не на столь, конечно. И вторая у нас наша... Наш Еврокубок для команд низших дивизионов. Это Лига Москвы. Здесь две команды. Вновь Портер присутствует и вновь... Точнее, не вновь, а впервые присутствует Ватутина. Ватутина вообще там какой-то сумасшедший график устроили. Это группа на Б, где представлен Динамит. Это, кстати, серо-западный. Обладатель Кукуманский прошлого года Керамик, Реоспорт и Ватутин. Вот здесь, ну, получается, Керамик вообще в одну калифту обыграл Ватутин. Ватутин две игры подряд играл. Да, Ватутин действительно очень тяжелый календарь. Помним, что у нас 20 команд в первой лиге. Да, и вот я смотрел календарь, я был удивлен, что у них вот эти три выходных дня, да, второй, третий, четвертый, когда все, благо погоды, хорошие, там, уезжают на дачу, Ватутин играл три матча. Да, то есть два в чемпионате поставили и один вот в лиге Москвы. Ну, вот итог. Хочется лишь поддержать команду Ватутина, сказать, чтобы они не держались. Ну, и на самом деле, большой похвалы заслуживают, потому что в первой лиге ты тоже знаешь, да, что у них одна победа, вот у нас снялся флагман. Все остальное поражение, все матчи. Но, тем не менее, приезжают, собираются своим составом, играют и терпят. Ну, когда-то это же должно быть вознаграждено, поэтому всякое может быть. Но, на самом деле, шансы, конечно, теоретически есть, потому что играть еще в лиге Москвы четыре матча, но вот по тому, как сейчас обстоят дела, наверное, Ватутину будет очень сложно рассчитывать на выход из группы. И вот поражение 1.4 от керамик как раз тому подтверждение. Да, соглашусь, все-таки трудно играть на два фронта, учитывая вот ту штатную ситуацию, которая есть у Ватукина. Ну, нет кадров объективно, да, и нужно, конечно, освежать. Тем более, что сейчас трансферное окно, хоть оно и закрывается, да, но я надеюсь, что Ватутину усилится. И, по-моему, кстати, я даже Алиных видел в составе Ватутина, если я не ошибаюсь, похоже, что вернулся, надо будет проверить. То есть возвращаются те лидеры, которые в прошлом году обеспечили Ватутина выход в первую лигу, да, все-таки как-то их уговорили вернуться и помочь команде в трудной ситуации. Она у нее трудная на обоих футах. Абсолютно, да. И хорошо, что шансы есть еще, да, действительно, еще 4 матча, да, Ватутину проведет. Ну, я только хочу поболеть за них, потому что, ну, реально в трудной ситуации, тем не менее, лицо держит, никаких неявок, да, никаких разгромов, ну, как могут. Ну, дай бог, дай бог, глядишь, сейчас вернутся лигеры, немножко где-то перестроятся, и там, может быть, и где-то пойдут победы, в чемпионате и в Лиге Москвы, чего мы и желаем. Зато в группе Ц у нас еще одна команда, как Портер, которая побеждала уже в Лиге Москвы, но то был Ульяненков, да, который ее рисует, и мы не переживали за выход из группы, как минимум, для Портера, да, то сейчас немножко по-другому стоят дела, и сейчас Портер обыгрывает Северный Альянс, но при этом проигрывает команде Коренева. Да, Коренева, вот теперь вот, раньше, честно говоря, я даже такую не слышал команду, теперь вот буду знать, что есть команда Коренева, который еще и Портер. Да, 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 поэтому здесь вообще в этой группе очень интересная ситуация, после двух матчей у всех команд по три очка, то есть все выиграли, все проиграли, и, естественно, все, да, четыре команды, все фавориты, все аутсайдеры, как вот, бог пошлет, как говорится, да, с какой ноги встанут, как соберутся команды, да, так вот те команды и выйдут, и кому нужнее будет, и здесь вот прогнозировать очень сложно, но дай бог, что Портер все-таки вот золотает вот эту дырень в своем составе, и, возможно, возьмет, перестроится, как-то, ну, сможет забыть о потере Юлия. Действительно, это существенно. Конечно, конечно, существенно, но тут надо понимать, что и Коля Новик, кстати, руководитель команды, все время это подчеркивает, Николай Новик, что Портер, именно Портер СВ, это вот чистой воды кубковая команда. Вот выигрывают кубки один за одним, да, даже вот первый кубок межсезонья тоже выиграл Портер СВ, да, и Лигу Москвы уже выиграл. Я думаю, что вот этот вот опыт, который есть у Портера СВ, и вот эта вот наценность именно на кубок, да, который в приоритете у Портера, я думаю, позволит до дальних стадий плей-офф Портеру дойти. Ну, посмотрим, посмотрим, пока перспективы не такие понятные, да ясные, как вот были в прошлом году. При этом, давай, Максим, побитожим и в сотый раз скажем командам, что мы в них верим, что мы ждем от них только побед и радуемся, когда наши команды выигрывают на, так скажем, международной арене. При этом мы не забываем о внутренних баталиях, где здесь уже все равны друг перед другом. Максим, давай вкратце пробежимся по Премьер-лиге, наверное, какие матчи были интересны за эти матчи. Ну, во-первых, я отмечу две победы Адидаса, наверное. Да, событий у нас в чемпионате было, на самом деле, не очень много. Это, во-первых, две победы Адидаса на Космос-Веерум. 2-1 такая волевая, хорошая. И Комунар обыграли. И Комунар, да. Со счетом 4-6. Вот, наверное, Адидас так немножко приподнял себе настроение, но, правда, вот мне не удалось обыграть мне на Мега-Титан. И центральный матч, ну, по крайней мере, вот эти выходные во внутренней арене, да, на внутренней арене, во внутреннем чемпионате был, конечно, встреча второго-третьего места Трансконтейнер и Гатагов. Вот. Что скажешь по этому матчу? Давай, Максим. Да, действительно, матч был очень ожидаемый. Трансконтейнер и Гатагов. Два лидера, две команды, которые, два клуба, которые показывают именно командный футбол, у которых нет каких-то там явных таких вот выделяющихся фигур, хотя, конечно же, Крылов, да, Павел Крылов, который и в этом матче тоже сказал свое слово, у Трансконтейнера... Ты видел гол? Есть. Гол видел. Вот что скажешь? Я... Очень интересно. Да, по голу я вот хочу сказать, что мы часто ругаем арбитров, да, ну, и главных, и резервных. А вот по этому матчу, я Паша спросил, я говорю, Паша, а ты сама, а как гол-то вообще разглядели? Потому что в динамике совершенно невозможно увидеть. И он мне сказал, что это, оказывается, резервный судья стоял на бровке и тут же зафиксировал взятие ворон. Вот мы критикуем, ругаем судей, а есть ситуации, когда нужно только их хвалить. Да, и вот даже не выделяя какого-то конкретного, вот арбитра, да, который разглядел, хочу отметить, что у нас суди работают и, да, выполняют кульсину труда. Действительно, человек увидел, а с позиции основного арбитра разглядели было крайне сложно, практически невозможно. Потому что арбитр находился в поле зрения объективной телекамеры, а даже телекамера, она не смогла распознать, толком был ли там гол или нет. Сами несложнейший момент, но по идее был штрафной, и логично, что один судья главный находился как раз лицом к месту событий, а второй как раз был на линии, чтобы наблюдать как раз в таком моменте. Да, и не считал ворон там, кстати, да, а ворон, и разглядел эту ситуацию. Важнейший эпизод, который просто вот не засчитать гол, все могло иначе сложиться. Ну, я, честно говоря, ожидал, что будет такой сухой достаточно футбол, что не будет большого счета, и где-то читалось, что трансконтейнер все-таки будет преоплодать. Ну, ожидаемо, ожидаемо все-таки... Фаворитом он был явно. Не явно, но фаворитом. Да, где-то и опыт, все-таки и состав, чуть, наверное, посильнее, есть и звезда, как-никак у трансконтейнера, все-таки Готагов пока вот так вот ищет ее, поэтому такой хороший счет, такой футбольный 2-0, класс, да. Но при этом, не сказать, что было очень-то много моментов, потому что действительно ожидаемо, что ни те, ни другие, все-таки позиционными атаками в основном не занимается, где-то играет вот больше, так скажем, от себя, что и продемонстрировали нам в этом матче. Но при этом, приятно смотреть, что, во-первых, трансконтейнер не потерпел еще ни одного поражения. Я желаю, чтобы они все-таки шли по дистанции и постарались дать бой Китану. Китан, кстати, потерпел, да, в Европу, а трансконтейнер пока не пройдет. Да, но при этом трансконтейнер единственное, кто отобрал очки у Китана, да, сыграв ничью. Вот, ну а Гатагову в тройке это приятно, потому что, да, ФКСП, Титан и Мега Титан, но все-таки, если будет какое-то разбавление, это будет замечательно. А представляешь, в следующем году в Лиге Чемпионов, если будет? Да. Скоттейнер и Гатагов. Ну, всякое может быть, потому что, почему можно предположить Гатагову, потому что они тренируются, есть процессы, есть система, что очень важно, да, у Саслана, он не шарахает и страны в сторону. Приоритет чемпионата. Приоритет чемпионата. и вот в совакуумности этот фактор, да, он может быть преобладает. Плюс, я не исключаю, например, что сейчас Саслана войдет во вкус, а не с братом люди футбольные. Может быть, кто-то из таких вот прям еще топ игроков может быть добавить. Ну, как вариант. Балателли. Едет из Брейши заканчиваться, да, Гатагово. Ну, темнокожие, что ли? Ну, как вариант. Давай посмотрим, Максим, на турнирную таблицу, да, здесь Мегатитан, опять же, да, ФКСП потихонечку так набирают обороны, обороты, и я думаю, что скоро времени должны мы увидеть их наверху. Ну, пока вот, транс-контейнер Гатагов в тройке призеров, ЦДН, Успенская в зоне стыков, ну, в принципе, пока все, все, наверное, по делу. Ну, я думаю, что вот Успенская должна опустить, да, поднимется, безусловно, в КСП, сказал, наверное, поднимется, Портер, безусловно, который 7 матчей тоже сыгран, но поэтому таблица еще уплотнится более. Ну, Сергей Стивецов сейчас смотрит тоже передачу и уже туфлёй, как Никита Хрущев стучит по столу, потому что он тоже намерен подняться аж в целую тройку. Ну, извините, пока до тройки 7 баллов, ну, для чемпионата это, в принципе, сущие пустяки, но опять игра на два фронта и всякое может быть. По бомбардирам давай посмотрим, давненько мы не заглядывали в СПЛ, здесь лучший бомбардир прошлого сезона Кутузов на первом месте, 12 забитых мячей. Снова, кстати, сделал гексатрик, мне очень нравится это слово, двойной хитрик сделал Кутузов и возглавил. В этом году у него серьезнейший конкурент это Илья Ульянинков, который тоже рвет и меч, что у него 11 забитых, у него тоже 12, прошу прощения, но и по 11 мячей у Виталия Комисова, да, бывший пузо-защитник Гатагова и Дмитрия Габцева, три футболиста Титана, но Титане действительно забивает очень много. Агапцев обещал стать лучшим бомбардиром, если не будет драмы. Такое, да. Ну вот, судя по календарю, у нас в ближайшее время не ожидается что-то интересного, эти выходные у нас будут отданы вновь Еврокубкам, поэтому чемпионат состоится только через неделю. поэтому Хамады понимают всю ответственность и важность матчей, вот эти туры, да, и поэтому переносят и будут играть в следующие выходные. Максим, ну вот, наверное, на этом стоит уже попрощаться с нашими телезрителями. В эти выходные еще раз напоминаю Еврокубки, будем их показывать, транслировать, приходите на стадион, пока погода еще позволяет. Ну и мы, кстати говоря, сделаем, наверное, небольшую паузу, потому что уедем на чемпионат России и в Сочи, но после приезда обязательно вновь выйдем в эфир. Ну а сегодня для вас работали Михаил Меркулов, Максим Киселев. До свидания, играйте в футбол. Пока-пока. Продолжение следует...